Друзья мои, на этой фотографии счастливая семья. Но что-то не так с этой фоткой, что-то с этой картинкой не то. Посмотрите повнимательней, поставьте на паузу и попробуйте определить, что же на самом деле здесь не так. Когда вы поймёте, что не так, то фотография вам покажется просто жуткой. Её реально можно вставлять в фильм ужасов, потому что... Потому что это просто полтергейст какой-то. Ребята, как вы думаете, верхние и нижние квадратики отличаются друг от друга по цвету? Многие из вас скажут, что да, конечно, отличаются, тут и говорить как бы не о чем. Но если я скажу вам, что на самом деле они одного цвета, вы поверите мне? Я не буду голословен, и сейчас я без проблем смогу вам доказать то, что верхний и нижний квадратик одного цвета. Звучит, конечно, бредово, но попробуйте закрыть пальцем место, где верхний и нижний квадратик стыкуются друг с другом. Теперь вы мне верите? После такого можно ли доверять своему мозгу? Ведь наш мозг очень часто дурит нас, и это можно наглядно показать в подобных фокусах, экспериментах. И в этом видео будет много подобных экспериментов. Но почему так происходит? Почему мы видим их разными? Известно, что когда на течатке глаза возникает изображение, состоящее из светлых и темных областей, то свет от ярко освещенных участков как бы перетекает на темные участки, и это явление называется оптической радиацией. То есть мы на разном фоне воспринимаем одно и то же изображение по-разному, разными цветами. Причем даже если две картинки находятся в непосредственной видимости, одна, допустим, наверху, как сейчас другая внизу, но за счет разного фона мы будем видеть их по-разному. Сможете ли вы найти здесь ошибку? Кто обратил внимание на то, что слово найти повторяется здесь два раза подряд? Я уверен, что многие из вас этого не заметили, я сам не заметил, если честно. И снова, друзья мои, тот же самый трюк. Кто попался еще раз на нем? Красивый котик, правда? Или может быть тут их несколько? Кто видит второго кота на картинке? Посмотрите повнимательнее, второй кот прямо перед вами. Ну же. Видите, один кот прямо на фоне второго. Они почти сливаются, но все равно немножко видно ухо и черты мордочки второго кота, которые поменьше. Иллюзии часто приводят к совершенно неверным количественным оценкам реальных геометрических величин. Оказывается, что можно ошибиться на 25% и даже больше, если глазомерные оценки не проверить линейкой. Глазомерные оценки геометрических величин очень сильно зависят от характера фона изображения. Посмотрите сами. Иллюзия Пиноккио. Для этого вам понадобится два стула и повязка на глаза. Человек с завязанными глазами садится на задний стул. Второй человек садится на передний. Затем человек с повязкой протягивает руку и кладет ее на нос впереди сидящего человека. Вторую руку он кладет на свой нос. И начинает обеими руками слегка гладить носы. Примерно через минуту человек с завязанными глазами начинает чувствовать, что у него очень длинный нос. Посмотрите на следующую зрительную иллюзию. Перед вами лица знаменитых людей. Смотрите на крестик в центре экрана, и их лица будут казаться вам ужасными монстрами. Так получается, потому что периферическим зрением мы воспринимаем объекты и формы немножко иначе. Посмотрите на картинку. Что вы видите? Спирали или круги? На самом деле никаких спиралей здесь нету. На картинке показаны круги. Ребята, желтые палочки слева и справа разные по длине? Как вы думаете? Попробуйте приложить линейку, и вы сами все поймете. Как всегда, все зависит от фона, потому что мы воспринимаем изображение не как отдельно взятая какая-то картинка, а вместе с фоном. Уберите фон, и иллюзия исчезнет. Парень встречался с девушкой, он был очень ревнивый. И однажды девушка попросила парня отпустить его переночевать у подруги. Парень отпустил ее с большим недовольством и сказал, чтобы она прислала ему фотографию из квартиры ее подруги, дабы он понял, что она там не где-то в клубе или в каком-нибудь развратном месте. И тем самым этой фотографии, чтобы она могла доказать ему, что она действительно находится в гостях у своей подружки. Девушка так и сделала. Села на кровать, сфотографировала себя и скинула эту фотографию своему молодому человеку. После чего молодой человек разорвал с ней все отношения. Друзья мои, что тут такого на фотографии, что спровоцировало их расставание? Ответ на загадку. Там, короче говоря, под кроватью сидит негр, посмотрите. Парень зареновал к негру, я бы тоже зареновал. Да нафига они негра притащили так себе на ночь? Еще и голого, я полицу вижу, что он голый. Друзья мои, на этой фотографии счастливая семья. Но что-то не так с этой фоткой, что-то с этой картинкой не то. Посмотрите повнимательней, поставьте на паузу и попробуйте определить, что же на самом деле здесь не так. Когда вы поймете, что не так, то фотография вам покажется просто жуткой. Ее реально можно вставлять в фильм ужасов, потому что... Потому что это просто полтергейст какой-то. Что ж, друзья мои, я уверен, вы поставили паузу, поискали. Кто-то нашел, кто-то не нашел. Вот, значит, для тех, кто не нашел, я дам подсказку. Посмотрите. Кто обнимает маленькую девочку слева? Чья это рука, блин? Попробуйте быстро назвать цвет каждого слова. Не читать слово, а называть именно то, каким цветом оно написано. Называть нужно быстро, не думая прямо одно за другим. Сложно, правда, друзья мои? Из-за лишней информации мозг сбивается. Мы просто путаемся. Буквы в слове «тень» параллельно друг к другу. Друзья мои, кто видит панду? Попробуйте потянуть за уголки глаз вот таким вот образом. И посмотрите еще раз на эту картинку. Инструкция. Смотрите в течение 40 секунд на 4 точки в центре картинки. Затем посмотрите на ровную, желательно белую поверхность. Например, на стенку или на лист бумаги. Сначала у вас при глазах появится белое пятно, которое сформируется в портрет. Кого же вы видите? Подобные иллюзии называются эффект последствия. Все дело в том, друзья мои, что когда мы смотрим на какую-либо картинку, то рецепторы в наших глазах раздражаются. За счет этого идет сигнал мозга, и мозг уже интерпретирует этот сигнал световой. Как какое-то изображение. Так вот, когда мы переводим взгляд куда-то в сторону, до этого смотря на какой-нибудь контрастный объект, там, не знаю, на солнце вы посмотрите, или просто на что-то белое с черным, то рецепторы все равно продолжают раздражаться, и в мозг продолжает поступать сигнал. Потому что мозгу, в принципе, все равно. Смотрите вы на картинку, слышите вы звук. Или просто рецепторы вашего восприятия, звукового или зрительного, раздражаются каким-либо образом. Ему все равно. То есть вы никогда не поймете, галлюцинация у вас, или вы действительно что-то видите. Потому что если у вас галлюцинация, то точно так же у вас стимулируются зрительные рецепторы, и они посылают сигнал мозга о том, что вы видите изображение, что картинка перед вами находится. На самом деле он может там не быть. И отсюда возникает вопрос, насколько реально все вокруг. То есть вы никак не сможете доказать самому себе и кому угодно, что вы там не лежите подключены к каким-либо устройствам, которые стимулируют ваши органы чувств и не передают какой-либо сигнал вам в мозг. А вы на самом деле просто лежите, как в матрице, подключены к какой-либо компьютерной программе, например. Ну ладно, друзья, мы это из ряда фантастики. Сейчас мы это не будем обсуждать. Переходим к следующим иллюзиям. Колесо вращается или нет? А вот это, ребята, по-моему, невозможная геометрическая фигура. Не знаю, как вы, ребят, но я тут вижу только старушку. Кто нашел женщину молодую? Где она? И снова, друзья, моя иллюзия с восприятием цвета. Посмотрите на эти квадратики. Они одного цвета или разного? Честно говоря, я не поверил в то, что они одного цвета, и решил засунуть эту картинку в фотошоп. Давайте попробуем сейчас с вами вырезать один квадратик и перенести его в сторону, и далее вырезать второй квадратик. И что же у нас получится-то? О, господи, вот чудо! Не может быть! Они опять одного цвета! Почему же так происходит, я говорил выше. Все дело просто в фоне, на котором находится изображение, но все равно подобные трюки не могут не удивлять. Даже если мы знаем, в чем тут подвох, все равно это все очень удивительно и интересно. И самое странное, друзья мои, что мозг – это самое сложное, что может быть создано в природе. Ничего сложнее просто не существует. И такой сложный по своему устройству агрегат так просто можно обмануть такими вот примитивными трюками, просто с цветами, с фонами. Я не понимаю, как это происходит. Точнее, я понимаю, как это происходит, но не понимаю, почему это происходит. Что ж, друзья, если вам было интересно это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, и я сделаю вам третью часть зрительных иллюзий, конечно, если вам это нравится. Потому что прошлое видео набрало 500 чем-то тысяч просмотров, мать его, я не мог не сделать второй ролик. И если этот ролик наберет тоже много просмотров, то, возможно, у нас откроется прям постоянная рубрика со зрительными иллюзиями. Что, друзья мои, спасибо всем, кто смотрел, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok